Задержаны первые подозреваемые по так называемому фипрониловому делу. Речь идет о заражении куриных яиц в Европе. Этот скандал уже затронул 13 стран. Какие меры предпринимают еврочиновники, расскажет Елена Абрамович. Это куриная ферма на севере Бельгии, возле границы с Нидерландами. Производство 90 тысяч яиц в день. Она оказалась в списке среди других 85 бельгийских ферм, которые были клиентами голландской компании производителя средств для борьбы с насекомыми. В которые производитель подмешивал запрещенный из-за угрозы для здоровья человека фипронил. Моя ферма была закрыта на 10 дней. Я не мог продавать яйца. Закрыли, потому что я оказался в списке клиентов этой печально известной компании, хотя я никогда не покупал их продукты. 10 дней проверок и тестов показали. На этой ферме яйца чистые. Уничтожать их не пришлось. Все реализовали. Меньше повезло десяткам других производителей. На неопределенное время ряд ферм закрыли в четырех странах Евросоюза. Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции. Против фирмы, которая поставляла этим фермам инсектицид с фипронилом, начали расследование. Мы произвели обыски в восьми домах Нидерландов. Были арестованы автомобили и недвижимость, а также банковские счета. Двое управляющих фирмой были арестованы. Рейды провели и в Бельгии. Но яичная паника в Европе нарастает. По последним данным, зараженные фипронилом яйца обнаружены уже в 13 европейских странах. В Бельгии назревает политический скандал, ведь страна обнаружила проблему месяц назад. Министр сельского хозяйства во всем обвиняет Нидерланды, которые медлили с предоставлением информации. Целый месяц голландское агентство по безопасности пищевых продуктов не предоставляло нам требуемой информации. Из-за этого мы не смогли получить доступ в списку клиентов голландской компании. Не смогли заранее определить, какие нужны меры безопасности. Тем временем в Еврокомиссии решили созвать внеочередное заседание министров сельского хозяйства. Сейчас настало время действовать решительно, согласованно и прозрачно, а не соревноваться в каких-то взаимных обвинениях. Комиссия готова вместе провести обсуждение полученного опыта. Впрочем, встречу эту запланировали уже после каникул, на конец сентября. В Еврокомиссии объяснили, к этому времени будет ясно, кто виноват и что предпринять, чтобы ситуация не повторилась. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.